В таинстве покаяния Господь прощает грехи, а на страшном суде за них все равно нужно будет давать ответ, важный вопрос. В достаточно авторитетных источниках православного вероучения, например, в учении о мытарствах, в частности в сказании о мытарствах Блаженной Феодоры и в других местах, содержатся удивительные места, когда говорится о том, что когда человек раскаивался и в таинстве покаяния приносил это покаяние, получал прощение грехов от священника, то в тех самых книгах, в которых были записаны грехи, которые держали бесы, эти грехи стирались. То есть бесы не могли найти упоминания об этих грехах, и им нечего было предъявить проходящему мытарства человеку. Понятно, что это некий образ, это некое материальное представление о том, что ожидает нас после смерти, что действительно после смерти грехи наши кто-то попытается вспомнить, и этот кто-то будет желать нашей погибели. Но если мы покаялись в грехах в таинстве исповеди, то этот кто-то ничего против нас предъявить не сможет. Образ страшного суда тоже дан нам самим Господом, когда Господь говорит нам, что Он воссядет на престоле славы Своей, соберутся перед Ним все народы, и Он отделит их, как пастух, отделяет овец от козлов. Вот этот самый вопрос, что на страшном суде придется давать ответ. Так и хочется представить себе Господа, сидящего на престоле, и человека, стоящего перед Ним с понурой головой, и Господа, который будет смотреть, тоже перелистывать какую-то книгу и говорить, так, а вот здесь ты нищему не подал, а вот здесь на женщину взглянул с вожделением, а здесь прогневался на своих детей, а здесь старушку не перевел через дорогу. Ну, что ты мне на это ответишь? Отвечай. Вот. А человек такой скажет, ну, Господи, вот и ничего я не отвечу, разве что то, что там я каялся в этом на исповеди. Вот смотри, Господи, у тебя уже из книжки исчезают упоминания, я же каялся. То есть понятно, что это тоже некий образ, и с одной стороны он справедливый. Мы, представляя себе это, многое можем понять о том, как происходит суд и ответ, потому что здесь, на земле, именно так мы и отвечаем на всевозможных допросах, дознаниях и прочих не вполне приятных для нас мероприятиях, когда нас спрашивают о том, в чем мы конкретно и заслуженно провинились. Но это представление не учитывает того, что Господь наш Иисус Христос есть любовь. Он прямо говорит, что я не пришел, чтобы судить мир, а я пришел, чтобы мир спасти. И вот это, как только мы вместо грозного судьи представляем себе любящего отца, то его суд, который никуда не денется, представляется для нас визуально совсем по-другому. Он представляется для нас притчей о блудном сыне. Хотя для этого важно, чтобы этот сын покаялся и вернулся. И если этот сын не вернулся, то, наверное, отцу сложно будет найти его где-то там, на стороне далечия. Но и здесь мы можем помнить, что Господь — это же не просто отец из притчи, а Он всемогущий творец неба и земли. И поэтому Он даже до ада спускается, как об этом говорится, например, в притче о потерянной овце, о погибшей Драхме, когда 99 овец оставляется в горах, и пастух идет куда-то в ночь для того, чтобы найти одну заблудившуюся. Вот истинный образ суда. Господь сделает все для того, чтобы принять нас в свои отеческие объятия. И поэтому тот ответ... С одной стороны, есть такое представление, может быть, не закрепленное в догматах, но вполне себе имеющее право на существование, что когда мы воскреснем, то в нашем внешнем физическом облике отразится наше духовное состояние. Мы и сейчас, иногда, глядя на святого человека, видим по его внешнему виду его святость, просвечивающую сквозь его телесную оболочку, так же, как в каком-нибудь злодеи в его взгляде, в его теле, в положении его как бы телесном сквозит, возможно, его греховность, но это вещь обманчива. И замечательные эксперименты, проведенные в прошлом веке, показали всю обманчивость этого, что когда мы... что все-таки в современном мире невозможно, глядя на человека, понять, злодей он или добрый, мудрый он или глупый. И частично можно, но это совсем ненадежно. А вот в воскресенье у каждого из нас буквально на лбу будут написаны все наши грехи. И поэтому нам, грешникам, будет стыдно. Нам будет стыдно, потому что все увидят и Господь любящий. А ведь стыднее-то всего не перед тем, кто хочет нас наказать, а перед тем, кто нас прощает и любит. И поэтому на страшном суде нам будет стыдно. Вот прямо вот то, что мы скрывали, то, что никто о нас не знал, то, что мы сами, в чем мы сами себе не признавались и не видели в самих себе. Все это будет у нас для всех и для Господа явно. И в этом тоже будет вот страшность этого самого суда. Но нельзя забывать, что это будет суд любви. И поэтому, конечно, если в этой жизни земной мы в чем-то раскаялись, попросили об этом у Бога прощения на исповеди. Свидетельством прощения грехов по единогласному мучению святых отцов является прекращение их совершения. Вот если я раскаялся в том, что я был вор и больше не ворую, на исповеди попросил прощения со слезами, вернул у кого, чем обидел, по слову Закхея, еще и кого, чем обидел, возвращу в четверо и больше не творю ничего подобного, это значит, что я точно прощен Господом. По крайней мере, по этому греху. Поэтому, да, эта тема оказывается закрыта. В ней не придется отвечать на страшном суде. Проблема в том, что часто мыкаемся на исповеди, а потом большинство грехов все равно повторяем. Потому что страсти наши не изживаемы. Первородный грех действует в нас через удобосклонность к греху. И такой почти полной свободы от греха, не от прелогов его, прелоги святые научились отражать на самом раннем этапе, когда они еще не становятся грехами. Но удобосклонность общечеловеческой греху так или иначе порождает в нас постоянное греховное состояние разной степени тяжести. И сами мы почти находимся в каком-то безнадежном состоянии. Люди могут годами, десятилетиями каяться в одних и тех же грехах. А грех то сильнее, то слабее. Вроде почти изжил, а потом он опять вернулся. Это какая-то бесконечная история. И вот осознание этого факта, того, что мы не можем справиться с грехами, лишь укрепляет нас в мысли, что Господь это не судья наш, а спаситель. И не то, что мы снимаем с себя вину за совершенные грехи, но мы точно знаем, что без спасения его, без его любви мы абсолютно не способны победить даже какие-то примитивные грехи типа повседневной раздражительности. Я уж не говорю про какие-то более серьезные грехи. Поэтому да, отвечать придется. Отвечать придется перед воплощенной любовью. В глаза придется взглянуть всем. И Господу, и причисто его матери, и святым, и нашим близким людям, отцу с матерью, жене, детишкам, каждому нищему, которому мы не подали, каждой собаке, от которой мы отвернулись. Вот за все придется отвечать. Но это будет, подчеркиваю, ответ не перед грозным судьей, а перед воплощенной любовью. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись. Продолжение следует...